Итак, в вопросе восстановления двух некогда популярных тверских стадионов наметились изменения. Положительные сдвиги ожидаются и в решении еще одной давней проблемы – борщевик Сосновского. Встретить этот сорняк можно во всем центральном федеральном округе. Он захватил поля и леса, растет у берегов рек и озер. Распространение ядовитого растения опасно не только для природных экосистем, но и для людей. От ожогов и аллергии страдают взрослые и дети. Для уничтожения сорняка в Тверской области принята региональная программа по борьбе. Какие меры предлагает областное правительство, расскажет Наталья Чекет. Более 40 тысяч гектаров Тверской области заняты борщевиком. Нет ни одного муниципалитета Верхней Волжи, где бы не произрастало это ядовитое растение. К слову, страшный сорняк, захвативший огромные угодья, изначально начали выращивать как корм для сельхозживотных. Первые испытания по введению в культуру борщевика сосновского состоялись в 1947 году. Но в его использовании разочаровались и растение одичав захватило поля и леса за счет своего быстрого роста. Сначала всех привлекла его такая неприхотливость, высокая продуктивность, кормовая ценность. Но только уже чуть позже обнаружили его вредные свойства. То есть то, что уже зрелые когда листья, они содержат много достаточно эфирных масел, которые повышают чувствительность кожи, в том числе и животных, к ультрафиолетовому излучению, что впоследствии может вызывать ожоги. В марте этого года правительством Тверской области принята межведомственная региональная программа по борьбе с борщевиком. Ее основная задача – сокращение площади произрастания растения в регионе. Мы каждый год будем подводить итоги. Итоги в разрезе муниципальных образований. И, конечно, очень важно, чтобы в этой работе приняли участие все наши дорожники, которые должны очищать придорожную полосу. Это владельцы сельхозучастков, это главы муниципальных образований, это руководители муниципалитетов, которые тоже администрируют свою территорию, руководители предприятий. Так в программу включено проведение профилактических и надзорных мероприятий в отношении владельцев земельных участков. На территории которых произрастает борщевик Сосновского. Как рассказал заместитель министра контрольных функций Антон Насыров, в регионе введена административная ответственность. Штраф для собственников земель, кто не борется с ядовитым растением. В Тверской области установлен административный штраф. Административная ответственность внесены изменения в 35-ю статью закона 46 зова об административных правонарушениях. Соответственно, административная ответственность для граждан за первые привлечения к ответственности у нас составляет 3000 рублей, для юридических лиц – 50000 рублей. За повторное совершение административного правонарушения для граждан уже будет установлен штраф 5000 рублей, на юридических лиц – 100 тысяч рублей. Основная опасность борщевика – попадая на кожу, его сок снижает барьер к ультрафиолетовому излучению. На солнце в этом месте возникают ожоги. Если его срубить, то стебель повреждается, оттуда сок, содержащий эфирные масла, может попадать на кожу. И сам по себе он не вредит, но если при этом будет облучение фиолетовым, то на солнце будет находиться данный человек, то кожа получит ожоги. В нашем регионе борются с сырником несколькими методами. Один из них – использование гербицидов, другой – скашивание. Кстати, косить борщевик, когда он зацвел, нельзя. Его семена могут разлететься и через некоторое время на этом месте вырастет новое растение. Существует и другой, более кардинальный способ избавиться от сырника. Третье, то, о чем я вам говорил, имеется в виду, когда при вводе в оборот полностью уничтожается, естественно, запахивается, борщевик вытаскивается и так далее. Корневая система уничтожается. Вот этот вот. Сейчас на сайте Министерства по обеспечению контрольных функций появился раздел «Борщевик» Сосновского, где можно узнать необходимую информацию про ядовитый сорняк. Региональная программа по борьбе с борщевиком рассчитана на пять лет. За это время планируется освободить от засилия злостного растения большую часть территории Тверской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова